Всероссийский спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» или, как принято сокращать, ГТО, в полную силу начал действовать в Славянском районе. В рамках проведения зимнего фестиваля в спортивном комплексе «Олимпийц» прошла первая массовая сдача нормативов трудовыми коллективами города и района. О том, кто сменил пиджаки на спортивную форму, расскажут мои коллеги. Пять дней в неделю – это серьезные люди, официальные представители районной и городской власти. Но в день сдачи нормативов Всероссийского спортивного комплекса «ГТО» хорошее настроение и дружеская обстановка позволили им забыть на время об официальности, от души соревноваться, радоваться успехам своим и своих коллег. После рабочего дня представители всех отделов и управления администрации Славянского района и Славянского городского поселения собрались в «Олимпийце», чтобы оценить свою физическую подготовку и попытаться стать обладателями почетного значка «ГТО». Своим примером призвать всех жителей муниципалитета стать активными участниками этого спортивного комплекса. Выполнившие нормативы сегодня, если они их не устроят, человек видит, что может потренироваться и выполнить их на более высокий результат. Он может в течение года, летом, когда ему удобно, на стадионе пересдать. Для того, чтобы получить заветный значок готовности к труду и обороне, бронзового, серебряного или золотого номинала, нужно обладать спортивной формой и желанием. Если результаты первого раза сдачи не устраивают сдающего, то по предварительной заявке можно попробовать свои силы в другой установленный день. Стрельба, пресс, наклоны с лавочки, прыжки в длину, бег и многое другое входят в зачет комплекса. Нормативы рассчитаны для каждой возрастной группы. Если в 2016 году мы принимали только для юноши до шестой ступени, то вот теперь с шестой и по одиннадцатую ступень все имеют возможность выполнить нормативы комплекса ГТО и быть готовыми к труду и обороне. Последовать примеру представителей власти может каждый житель района, как индивидуально, так и вместе со своим коллективом. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте ГТО и лично заявить о своей готовности в муниципальный центр тестирования, который расположен на городском стадионе имени Бурлака. Или по телефону 7-37-05. Мария Горошкова, Игорь Ванчуков, программа События.